Здравствуйте, ребята! Я, Нина Демьяновна Каменарец, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока «Вопросительные и относительные местоимения. Возвратное местоимение». И сегодня на уроке мы ответим на вопросы. Каковы особенности относительных и вопросительных местоимений? В чем особенность возвратного местоимения себя? Почему шутить полезно? Прочитайте диалог. С какой целью употреблены выделенные местоимения? Ой, кто съел мое мороженое? Наверное, кто пришел раньше. Что же мне теперь съесть на десерт? То, что выберешь, йогурт или пирожное. А какой йогурт я могу взять? Какой тебе больше нравится, тот и возьми. А сколько можно взять? Столько, сколько сможешь съесть. Выделенные слова – вопросительные и относительные местоимения. Как вы думаете, почему одни называются вопросительными, а другие – относительными? Сверим наши предположения с информацией, представленные в учебнике. Местоимения «Кто», «Что», «Какой», «Каков», «Который», «Чей», «Сколько» и другие – вопросительные. Они указывают на лицо, предмет, признак, количество и служат для выражения вопроса. Местоимения «Кто», «Что», «Какой», «Каков», «Чей», «Который», «Сколько» и другие – относительные, если они служат для связи простых предложений в составе сложного. Вопросительные и относительные местоимения изменяются по падежам. Местоимения «Кто» и «Что» не имеют рода и числа. Местоимения «Какой», «Чей», «Который», «Каков» изменяются по родам и числам. В предложении вопросительные и относительные местоимения могут быть разными членами предложения. Дополнениями. Кому вы звоните? Кому счастье, кому ненастье. Определение. Какое это местоимение? Какие сами, такие сани. Подлежащее. Сколько уроков у вас сегодня? Обстоятельства. Сколько волка не корми, он всё в лес смотрит. Ребята, обратите внимание на правильное склонение местоимения «Сколько». Именительный падеж «Сколько». Родительный падеж «Скольких». Дательный падеж «Скольким». Винительный падеж «Сколько?» «Скольких». Винительный падеж «Сколькими». Предложный падеж «О скольких». Правильно, о времени нужно говорить так. Во сколько прийти? До скольких работает? К скольким приехать? Потренируемся. Составьте вопросы к предложениям, используя местоимение «Сколько?». Сейчас 11 часов дня. Сколько времени сейчас? В 12 часов состоится встреча с ветеранами. Во сколько состоится встреча с ветеранами? Встреча продлится до 14 часов. До скольких продлится встреча? Ребята беседовали с двумя ветеранами. Со сколькими ветеранами беседовали ребята? Следующее задание. Определите, какие местоимения необходимы на месте пропусков и восстановите предложение. Проверим, как вы справились с заданием. Кого называют фантазёром? Вопросительное предложение употребляем в вопросительное местоимение. Мы выяснили, какая это песня. Мы употребили местоимение относительное. С чего начинается родина? Мы употребили вопросительное местоимение. До скольких работает магазин? Вопросительное местоимение. Трудно понять, какими красками пользовались мастера. Какими? Перестройте предложение по образцу, чтобы вопросительные местоимения были употреблены как относительные. Проверим. Кто поёт в лесу? Нам известно, кто поёт в лесу. Какие птицы выучиваются говорить? Мы знаем, какие птицы выучиваются говорить. Чьё пение особенно славится? Догадайтесь, чьё пение особенно славится? Сколько птичьих домиков вы смастерили? Скажите, сколько птичьих домиков вы смастерили? В предложениях, которые мы составили, нет вопросительной интонации. Интонация повествовательная. В последних двух предложениях интонация побудительная, но не вопросительная. Но может быть и вопросительная. Тогда мы поставим вопросительный знак. Всё зависит от коммуникативной задачи говорящего. А сейчас поработаем редакторами. Определите, что не так в предложениях на слайде. Отредактируйте их. Возвратившись из экспедиции, капитан привёз с собой у медведя. Он рассказал нам много интересного о своих приключениях. Кто рассказал, капитан или медведь? Чтобы не было двусмысленности, предложение редактируем следующим образом. Возвратившись из экспедиции, капитан привёз с собой у медведя. Капитан рассказал нам много интересного о своих приключениях. Редактируем следующее предложение. Предложение после редактирования. Всех, кто любит мороженое, приглашаю в кафе «Морозка». Следующее предложение правильно должно звучать так. Иван Иванович, ко скольким часам вы подъедете? Исправим следующее предложение. Со сколькими странами граничит Кыргызстан? Следующее предложение правильно звучит так. Что ты делаешь вечером? Говорим правильно. Сколько времени ты проводишь в школе? Кто помогает тебе делать уроки? Какой фильм тебе понравился? А сейчас, друзья, отгадайте загадку. Гладит всё, чего касается, а дотронешься – кусается. Что это? Догадайтесь, как это слово связано с историей из рассказа Кудайбергена Джапарова. Ашир и Гульсун оставили у себя Мурата ночевать. Как только Мурат вошёл в соседнюю комнату, Ашир, шутя, поклонился. Мурат быстро разделся и юркнул под одеяло. Но тут же вскочил, как ужаленный, и закричал. Ой-ой, что ты подложил? Что это? Какое холодное, как лёд! Ашир расхохотался. На шум вошла Гульсун. Кто и что тут придумал? Чьи я крики слышала? Ты только посмотри, какой вид у этого труса! Смеялся Ашир. Я разделся и лёг, а там что-то холодное. По телу прям мурашки побежали, уж не змеяли. А может, там черепаха или лягушка? Продолжал смеяться Ашир. Гульсун резко сдёрнула с постели одеяло. Под одеялом лежал. Теперь и Мурат рассмеялся. Думаю, ребята, вы сразу догадались, что друзья в шутку подложили в постель Мурата утюг с длинным резиновым шнуром. Сколько же эмоций они пережили? Умение шутить помогает легче преодолевать жизненные трудности, быстрее налаживать контакт с окружающими. Наверное, каждый может вспомнить массу ситуаций, в которых чувство юмора снижало напряжение и объединяло людей. Учёные подтверждают, что юмор и остроумие активизируют мышление и вдохновляют на решение творческих задач. А мы с вами поработаем с текстом. Определите, какие местоимения в тексте вопросительные, а какие относительные. Проверим, как вы справились с заданием. Вопросительные местоимения служат для выражения вопроса в следующих предложениях. Что ты подложил? Что это? Кто и что тут придумал? Чьи я крики слышала? Относительные местоимения автор употребил в предложениях. Можете отдыхать, дорогой гость, сколько душа пожелает. Какое холодное, как лёд. Ты только посмотри, какой вид у этого труса, смеялся Ашир. Продолжаем разговор о местоимениях. В рубрике «Слово дня» у нас сегодня местоимение-одиночка. Возвратное местоимение себя. В древнерусском языке возвратных местоимений было много. Наиболее распространены были формы мя, тя, ся. Со временем из возвратных местоимений остаётся лишь местоимение себя. А частичка «ся» прикрепилась к некоторым глаголам, образовал возвратные формы. Например, «помылся» означает «помыл себя». В диалектной речи сохранились выражения «кто тя знает, я те дам». Местоимение себя не имеет рода и числа, не имеет именительного падежа. Родительный падеж – себя, дательный падеж – себе, винительный падеж – себя, творительный падеж – с собой, предложный падеж – о себе. Возвратное местоимение себя указывает на того, о ком говорят. Например, «чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума оборотиться?» В предложении возвратное местоимение себя является дополнением. «Выше себя не прыгнешь». «Себя надо любить и хвалить». Согласитесь, друзья, и в том, и в другом случае очень важно смотреть на себя объективно, видеть свои достоинства, чтобы совершенствовать свои лучшие качества. Потренируемся. Восстановите пословицы, подобрав местоимение себя в нужной форме. Руби дерево по себе Всяк аксион про себя умен Всякая рука к себе загребает Убный себя винит, глупый друга Скупой не на себя копит Помрет, ничего с собой не возьмет Согласитесь, ребята, что народная мудрость Учит нас смотреть на себя объективно, Чтобы видеть и свои достоинства, и свои недостатки Следующее задание Соотнесите фразеологизмы и их значения Проверим Превозмочь себя Заставить себя выполнять что-то, что не хочется Выходить из себя Возмутиться, разозлиться Прийти в себя Опомниться, восстановить душевное равновесие Вне себя Злиться, пребывать в состоянии ярости Вбить себе в голову Принять какое-то решение На чем-то настаивать и не уступать Набивать себе цену Хвалить себя Перечислять свои достоинства, заслуги Выводить из себя Разозлить Само собой Не подлежит сомнению, не оспаривается Себе на уме Умный и хитрый, но скрытный Применим наши знания на практике Замените выделенные слова фразеологизмами Проверим, как вы справились с данным заданием Тема долго не мог прийти в себя От неожиданного известия о победе в конкурсе Анвар не лишен обаяния, но себе на уме Само собой, я приду, успокоила Зарина Учитель попросил читать про себя Кира ушла в себя и не стала отвечать на вопросы Подведем итоги нашего урока Сегодня на уроке мы ответили на вопросы Каковы особенности относительных и вопросительных местоимений? В чем особенность возвратного местоимения себя? Почему шутить полезно? Запишите домашнее задание Параграф 66 страницы 191-193 нашего учебника Составьте по два предложения С вопросительными, относительными местоимениями И возвратным местоимением себя Самый лучший способ подбодрить себя Это подбодрить кого-нибудь Наш урок завершен Спасибо, друзья, за внимание До новых встреч!